На первом месте цветы и конфеты. Такие подарки планируют преподнести почти 70% мужчин своим любимым дамам в честь праздника 8 марта. Аналитики провели соцопрос и выяснили, что на букеты россияне рассчитывают потратить от 1 до 5 тысяч рублей. А вот, что планируют подарить своим спутницам самарцы. Все, вот все, что есть, все подарю. Хорошее настроение самое главное подарю. Жена уже заказ сделала. Не знаю, она что-то в интернете там выбрала. У меня только карточка требуется и все банковское. Что думаю дарить? Ну, какой-нибудь, не знаю, может конфета, например, либо какой-нибудь поход в ресторан. Будем дарить букеты цветов шикарные, шампанское, какие-то индивидуальные подарки, драгоценности. Вообще прекрасный праздник. Я вот, например, готовлюсь поздравить своих родных, мать, сестру, жену, ну, всех, кого знаю. Праздник приравнивается как к Новому году, к Пасхе. Ну, такой веселый праздник. Женский. А женщина – это творец природы, можно сказать. Творец природы и воплощение красоты. По мнению специалистов по этикету, подарок должен соответствовать настроению самого праздника. Шаблонные презенты – не самый лучший вариант. Он скорее подчеркнет поверхностное отношение к даме. Порядка 20% опрошенных женщин признались, что недовольны преподнесенными ранее подарками. В списке нежелательных презентов – кастрюли, сковородки и другая кухонная утварь, средства по уходу за собой, еда и, как ни странно, деньги. Последний вариант назвали 6% опрошенных россиянок. Это крепкий алкоголь, он никогда не дарится даме. И, естественно, подарки, которые неоднозначны. Например, сертификат на посещение или абонемент в фитнес-центр. И если дама не ходила, тем более в фитнес-центр, не мечтала об этом, то это явно намек на то, что даме стоит привести свою фигуру в порядок. Не дарят с точки зрения светского этикета женщинам ножи, подарки, требующие дополнительных покупок. Рекомендуют сертификаты в спа или бьюти-салоны, парфюм, выбранный самой женщиной, путевку в отпуск, атрибуты для хобби, которым увлекается дама, аксессуар к гаджетам, билеты в театр или на концерт. Главное – учитывайте вкусы и предпочтения вашей женщины. И если она любит белый шоколад, то не дарите ей молочный. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.